Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Котцов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Сегодня проникновение украинских военных на территорию Курской области создало настоящую дилемму для Владимира Путина, так заявил президент Джо Байден. Представительница так называемого прогрессивного крыла демократической партии Ильхан Амар, известная последовательной антиизраильской позиции, известная антисемитка, одержала верх на праймерис в своем избирательном округе в штате Миннесота. Соединенные Штаты одобрили продажу Израилю истребителей и другого вооружения на сумму 20 миллиардов долларов. Хантер Байден, действуя от имени украинской энергетической компании «Буризма», обратился за помощью в посольство США в Италии, чтобы заключить выгодную деловую сделку, в то время как его отец Джо Байден был вице-президентом. Все это во времена президентства Барака Обамы. Американский военнослужащий и аналитик разведки США признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью продажи военных секретов Китаю. Писательница Джоан Роулинг, бизнесмен Илон Маск и экс-президент Дональд Трамп стали фигурантами уголовного иска против соцсети «Экс» со стороны олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Яман Хелиф. Компания владелец бренда косметики «Авон» подала на банкротство. В Северной Калифорнии пожилая женщина подверглась нападению стаи немецких догов, которые длительное время терроризировали жителей небольшого города. Американская актриса Кортни Кокс разгневала 20-летнюю дочь Кока Аркетт из-за своего гардероба. На 72-м году жизни скончался Карлтон Карл Уэзерсби, американский блюзовый музыкант. Там и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Проникновение украинских военных на территорию Курской области создало настоящую дилемму для Владимира Путина, так заявил президент Джо Байден, добавив, что американские официальные лица находятся в постоянном контакте с украинцами по поводу этой операции. Спустя неделю после того, как около тысячи украинских солдат на танках и бронетехнике прорвались через российскую границу на территорию Курской области, это было утром 6 августа, в Белом доме все еще пытаются понять, чего Украина хочет добиться этими действиями. Отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Новый Орлеан, Байден сказал, что его информируют каждые 4-5 часов на протяжении последних 6-8 дней о действиях ВСУ в Курской области. Это создает настоящую дилемму для Путина, сказал Байден по поводу операции, которая, судя по всему, застала россиян врасплох. Соединенные Штаты предоставили Украине оружие на миллиарды долларов, предназначенное главным образом для оборонительных целей, поскольку украинцы пытаются отразить российское вторжение, начавшееся в феврале 2022 года. В мае Байден разрешил Киеву использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие для ударов по военным целям на территории России, которые поддерживают наступление на Харьков. Белый дом заявил, что Украина не уведомляла Вашингтон о подготовке операции в Курской области. Пресс-секретарь Белого дома Карен Джан-Пьер, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции. Мы не участвуем в этом, мы продолжим вести переговоры с украинцами по поводу их подхода, но именно им следует высказываться на эту тему, добавила Карен Джан-Пьер. Путин заявил, что считает действия Украины попыткой улучшить позиции Киева перед возможными переговорами и замедлить наступление российских войск на фронте. Американские официальные лица заявляют, что цели президента Владимира Зеленского остаются неясными. Цитирую, мы пытаемся понять, что именно они делают и какова цель в данном случае, и пока это неясно на 100%, сказал один из представителей администрации. Представитель Госдепартамента Ведант Пател в беседе с журналистами заявил, что американская политика в части использования украинцами вооружения производства Соединенных Штатов Америки для осуществления ударов по российской территории не менялась. Цитирую, как сказал президент, мы, конечно, поддерживаем усилия по предотвращению угроз, которые могут находиться непосредственно за границей Украины, но помимо этого изменений в политике не было, и я предоставляю нашим украинским партнерам возможность комментировать любые их операции, заявил Пател. Одна из наиболее радикальных представительниц так называемого прогрессивного крыла демократической партии Ильхан Амар, известная последовательной антиизраильской позицией, но такая зоологическая антисемитка, одержала верх на праймере в своем избирательном округе в штате Миннесота. Ее оппонентом стал бывший член городского совета Миннеаполиса Дон Сюмельс. Как и Амар, он представитель афроамериканской общины. Он набрал 43% голосов, Амар – 56%. На демократических праймери с 2022 года разрыв между ними составил всего 2%. Вражда Амар к Израилю стала одной из основных тем предвыборной кампании Сюмельса, представлявшим соперницу как сторонницу террора, несущую раскол в ряды американцев. Но, как мы видим, в штате Миннесота 56% эта позиция Ильхан Амар нравится. Также Сюмельс обещал позаботиться о личной безопасности граждан в городе, где к 2020 году полицейские убили Джорджа Флойда. В 2020 году это было 25 мая. Отмечу, что двое других представителей прогрессивного, этого так называемого «крыла демпартии» Джамаль Боуман и Кори Буш, уступили на праймерис произраильским кандидатам. Одной из причин поражения они назвали массивные финансовые влияния в избирательную кампанию со стороны Эйпак и других еврейских организаций. Соединенные Штаты одобрили продажу Израилю истребителей другого вооружения на сумму 20 миллиардов долларов. Пентагон заявил, что поставки начнутся не ранее, чем через несколько лет. Госсекретарь Энтони Блинкен одобрил продажу Израилю истребителей Ф-15 и оборудование на сумму почти 19 миллиардов долларов, а также танковых снарядов на сумму 774 миллиона долларов, взрывчатых минометных снарядов на сумму более 60 миллионов долларов и армейских транспортных средств на сумму 583 миллиона долларов, так говорится в заявлении Пентагона. По данным Пентагона, производство истребителей Ф-15 компании «Боинг» может занять несколько лет и поставки ожидаются в 2029 году. Поставки другого оборудования начнутся в 2026. Эксперт, знакомый с процессом, заявил прессе, что некоторые поставки могут начаться даже раньше 2026 года. Цитирую, «Соединенные Штаты, приверженные обеспечению безопасности Израиля и для национальных интересов США, важно помогать Израилю в развитии и поддержании способности быть готовым к самозащите», так говорится в заявлении Пентагона. Мириста обороны Израиля Юав Галланд поблагодарил в своем посте на платформе «Экс» американских официальных лиц за помощь в поддержании, как он отметил, качественного военного превосходства Израиля в регионе и за приверженность Соединенными Штатами безопасности Израиля. США, являющиеся крупнейшим союзником и поставщиком оружия для Израиля, с начала войны в Газе в октябре передали Израилю более 10 тысяч мощных бомб весом 2 тысячи фунтов и тысячи ракет Hellfire. Об этом сообщили агентство Reuters, американские официальные лица еще в июне. Война опустошила газу и привела к жертвам среди гражданского населения. Пытаясь предотвратить более широкую войну на Ближнем Востоке, Вашингтон вместе с другими региональными посредниками пытается организовать прекращение огня. Президент Джо Байден, напомню, он изложил трехэтапное предложение о прекращении огня в Газе еще 31 мая, мы тогда подробно об этом говорили. Однако усилия по его реализации этого предложения пока не увенчались успехом. Последняя волна насилия в многолетнем израильско-палестинском конфликте началась, когда 7 октября палестинская террористическая исламистская группа Хамас напала на Израиль, убив 1200 человек и взяв около 250 заложников. Последующее наступление Израиля на анклав, управляемый террористами Хамас, привело к гибели почти 40 тысяч палестинцев. Это по данным местного министерства здравоохранения, которому верить следует со значительными оговорками, поскольку эта информация исходит от террористической организации Хамас. Антиизраильский настроенный международный суд обвинил Израиль в геноциде, напомню вам, и Израиль эти обвинения отрицает, а Вашингтон сталкивается с растущей критикой как внутри страны, так и за рубежом за военную поддержку Израиля. Хантер Байден, действуя от имени украинской энергетической компании Буризма, обратился за помощью в американское посольство в Италии, чтобы заключить выгодную деловую сделку, в то время как его отец Джо Байден был вице-президентом, то есть это еще во времена президентства Барака Обамы. О просьбе сына Байдена и его явной попытке использовать влиятельное положение своего отца, чтобы заключить сделку с Буризма, украинским газовым гигантом, в совет директоров он входил этой компании Буризма, Хантер Байден, обо всем этом следует из документов Госдепартамента Соединенных Штатов, которые были опубликованы в газете New York Times. Цитирую, я хочу быть осторожен и не обещать слишком многого, написал торговый представитель в американском посольстве в Италии в ответ на письмо Хантера Байдена от 2016 года. Чиновник, по-видимому, был встревожен этой просьбой, отметив наличие различных действующих протоколов, которые не позволяют американскому правительству лоббировать интересы иностранных компаний. Цитирую, это украинская компания, исключительно для того, чтобы защитить себя, правительство Соединенных Штатов Америки не должно активно выступать перед правительством Италии, пока компания не будет проверена Министерством торговли США, написал американский чиновник. Публикация служит очередным, публикация в New York Times, напомню, служит очередным доказательством нарушений сыном президента Джо Байдена закона о регистрации иностранных агентов США через его работу в украинской компании «Буризма» и различных коммерческих структурах. Однако специальный прокурор Дэвид Вайс отметил, что, несмотря на доказательства нарушения Хантером Байденом закона под названием ФАРА, F-A-R-A, дальше я цитирую, «Представление этих доказательств не означает, что правительство также будет ссылаться на утверждение о том, что ответчик нарушил закон и что контакты с государственными должностными лицами были ненадлежащими». Конец цитаты. В ответ на публикацию New York Times адвокат Хантера Байдена сказал изданию, что тот обращался к разным людям за помощью в организации знакомства руководителей «Буризма» с Энрико Росси, президентом итальянского региона Тоскана, назвав это «обоснованной просьбой». Естественно, адвокат Хантера говорит об обоснованной просьбе. В то время «Буризма» работала над получением одобрения регулирующих органов на проект по использованию геотермальной энергии в Тоскане, о чем свидетельствуют электронные письма из печально известного ноутбука, который Байден-младший забыл в автомастерской. Но Хантер, по-видимому, обращался к нескольким официальным американским лицам в поисках помощи в организации встречи с Энрико Росси. Судебный процесс над Хантером Байденом в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены 9 обвинений, связанных с налоговыми преступлениями, включая 3 тяжких преступления. Этот процесс должен начаться 5 сентября. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.